Девочки, всем огромный привет, дорогие мои зрители! Этот мой обзор на очередную, последнюю трансляцию Эдика Адамяна. Сразу хочу сказать, девчонки, я впервые, наверное, за всё время работы на Ютубе буду заикаться. Наверное, моя речь будет не особо такой чёткой и связанной, к которой вы привыкли, как я всегда делаю обзоры, вы часто мне по этому поводу делали комплименты, сразу у вас прошу прощения. Скажу вам откровенно, прослушав трансляцию Эдика, я задумалась очень серьёзно. Извините, признаюсь, да, я эмоциональный человек, скажу вам, я и поплакала уже, потому что так не может быть. То, что я услышала, это таких масштабов несправедливость и боль. В самом начале своего обзора я хочу сказать по поводу Гульнас, потому что потом, во всей своей тираде, которую я сейчас буду произносить, я точно об этом забуду. Поэтому сразу хочу сказать, тема про Гульнас. Когда Эдик говорил Самвеллу, что ты её оскорбляешь, говоришь на неё му-му, вот если бы я тебя встретил, пусть бы ты мне в глаза сказал, я её очень люблю, а она такая хорошая, добрая, что бы было со мной, сказал. Эдик, если бы, не дай бог, в моей жизни не было Гульнас, девочки, не обращайте внимания на мой эмоциональный фон. Я действительно такой вот эмоциональный, чувствительный очень человек, это мой минус, это не плюс. Я хочу сказать по поводу Гульнас. Я сейчас с вами настолько честно и откровенно, как никогда. И я за себя, в первую очередь, попрошу прощения. Не у Эдика, а у Гульнас. Мне кажется, что я человек, который умеет слышать. И когда Пэдя произносила эти слова, я действительно подумала, Анжел, ведь ты её топила незаслуженно. Она такая, потому что у неё такой муж. Если бы эта женщина была с другим мужиком, скорее всего, она бы была другая. И разговаривала бы по-другому, вела бы себя по-другому. И не было бы вот этих всех названий в её сторону, в негативном ключе. Поэтому, не знаю, насколько они смотрят, подозреваю, что смотрят. Я именно у Гульнас прошу прощения за все мои оскорбления в её сторону. Считаю, это было несправедливо, недопустимо. Ну, как-то все играли роль. Скорее всего, я поддалась. Это такой театр. И понесло, и занесло. И впредь точно вы никогда из моих уст не услышите слова оскорблений в адрес Гульнас. Это я знаю про себя наверняка. И всем вам даю слово. Такого больше не будет. Знаю, что вы многие будете недовольны сейчас мной, моим поведением. Девочки, я такая, какая я есть. Знаю, что многие из вас терпеть не могут Гульнас. Я вам тысячу раз говорила о своём отношении. Я на автоматизме просто разбирала героев. И мне глубоко было плевать на каждого из них. Посмотрела кино, охарактеризовала, закрыла макбук или выключила телефон и забыла. Но вот сейчас почему-то слова Эдика меня зацепили. Зашло всё слишком глубоко и далеко, ребят. Война действительно обнажила наши души и сделала нас чувствительными. Не знаю, как кого, меня точно. Наверное, каждый из нас где-то переступает недозволенные границы. Поэтому критиковать буду Гульнас. Сейчас я не к Патику обращаюсь, а Гульнас. Где что будет не нравиться, говорить буду. Но слово оскорбление точно больше никто от меня не услышит в адрес этой женщины. Ну, а вот дальше всё будет касаться Самвела и Эдика. То, что я скажу. Да, я не судья, да, я не Господь Бог, я всего лишь нейтральный человек, который высказывает свою субъективную оценку, даёт увиденному свою позицию, высказывает. И абсолютно миллионный раз, повторяю, не претендую на пальму первенства и на истину последней инстанции. Я могу ошибаться, я могу заблуждаться. Но для этого создана платформа YouTube, чтобы каждый из нас, то ли с помощью обзора, то ли с помощью комментариев, так как вы, зритель, высказывал своё мнение. Этим мы зарабатываем деньги. Педя, давай правде в глаза смотреть. Если ты так не хочешь, чтобы обсырали твою семью, если тебе это так больно, невыносимо больно, закрой канал и уйди. Но ты ведь сам признался, ты зарабатываешь деньги. Ты должен быть готов ко всем испытаниям, которые выпали, на твою душу, потому что ты сам виновник того, что ты выставил свою никчемную жизнь на показ. Ты прям матерился, из штанов выпрыгивал. Какой отвратительный сам Вэл. Рассказал девчонке, что сам про себя добрый, стеснительный, застенчивый, совсем не жадный, сказал Педя. Жадность – это самое плохое качество и чувство в человеке. Первый жлоб на YouTube – это ты, Эдик. Это ты. Жаднее людей, чем ты и твоя мамка, сложно найти. Со стороны это очень видно. Ты добрый? Добрые люди не стучат кулаком по столу и не орут на свою жену. Я сказал! Ты только что в этом признался. Добрые люди так себя не ведут. Я с уверенностью это утверждаю, потому что я тысячу лет замужем. И у меня есть супруг. Которого я люблю безмерно. Которого я уважаю и ценю. Потому что мой Андрей никогда в жизни, клянусь вам, ребята, хотите – верьте, хотите – нет. Хотите – ерничайте, кривляйтесь, полощите, обзывайте, как угодно. Я благодарна Богу и судьбе, что у меня есть такой муж, как мой Андрюха. Не то, что словом за всю жизнь меня не обидел. Взглядом. Я могу доказывать что-то. Я могу. Голос повышать могу. Не так, как Эдик, конечно же. В ответ Педя, настоящий мужчина, просто молча слушает и говорит. Я знаю, солнечко, что в тебе такая ранима душа. Ты искренняя и настоящая. Я тебя за это люблю. А не орать так в своей семье, чтобы твои крошечные девчонки писались от твоего крика. Ты добрый. А в чем твоя застенчивость, Педя? Ты такой стеснительный, а Самвелла выставил монстром просто. Тысячу раз, ребята, его сильно задела тема «Долг», потому что уже все кричат криком. И, наконец-то, впервые, сколько лет Самвелл молчал про этот долг и никогда не говорил и не напоминал про этот долг. Напомню всем своим зрителям, это не две тысячи долларов, как большинство из вас думало. Это одиннадцать штук. Зелененькие. Никогда Самвелл не говорил про эти деньги. А если и говорил, то говорил, мне не надо, я не умру. И даже если он не вернет, я уже забыл, и мне ничего не надо. Ребята, столько раз, сколько Педя повторял про этот долг и упрекал сейчас Самвелла его же деньгами. Это наглость. Это настолько борзый, охамевший и наглый вот этот вот Эдик. Так это тебе заняли деньги. Не ты занимал. Ты по какому праву себя вообще так ведешь? Самвелл сказал. Самвелл распорядился своими деньгами и дал тебе, Педя, четкие указания, деньги, которые он тебе занял, отдать твоей старшей дочери Юле, потому что там по месту вы в России все находитесь. Это гадость. По-другому как его назвать? Не знаю. Он меняет решение Самвелла и говорит, нет, я поступлю по-другому. Юля, он ребенку эту сумму, большую денег, не отдаст. Он отдаст, поможет каким-то там переселенцам из Украины в Россию, которые переехали. Вы в это верите? Это обозначает только одно. Все. Поставили точку, ребята. Сев, ты точку поставь. Все, эти деньги остаются у него в кармане. Он и не думал, и не рассчитывал никогда возвращать этот долг. Никогда у него мысли такой не было. Хитрожопая тварь. Даже дочери своему родному ребенку, тебе Самвелл сказала, дай своему ребенку деньги. Тебе дали уже указания, потому что это деньги Самвелла. Он только имеет право распоряжаться своими деньгами. Не ты. Нет, ребята. Он сказал, он Юле не отдаст деньги. Я Юле помогал, так и буду помогать. Поскольку ты помогал. По 13,5 копеек ты давал там, что-то там какие-то алименты сраные платил. Ребята, вы вообще представляете степень цинизма и жадности этого человека, который только что кричал, что он не жадный. И жадность это вообще самое худшее, что может быть. Подонок. Подонок. Как он ярко сейчас несколько раз подымал и раскручивал тему про гея. Самвелл, прости меня, пожалуйста. Но я делаю обзор и я скажу об этом. Это ты благодарный братик, умный типа, потому что ты же сказал, что Самвелл дурак, а ты на его фоне умный. Это ты тот благодарный, который жалеет так, который всю жизнь считал себя братом, который так любит Самвелл, как брата. Это ты сейчас напрямую называешь Самвелла геем. Какое там очко кто кого дерет, порассказывал открытым сейчас текстом. Я задаю элементарные вопросы. Я лично вообще не знаю, Самвелл гей или Самвелл не гей. Кстати, девочки, хочу вам сказать, ну это мое, вот субъективное опять мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что эта тема с гейством касается Самвелла. Вот почему-то я сейчас уже начинаю так думать и каждый раз убеждаюсь в этом, что эта раскрученная тема не стоит выйти на во яйца. И что-то мне подсказывает, что мы узнаем всю правду. И я окажусь права, что к действу этому наш Севка не имеет вообще никакого отношения. Не знаю. Но, родной брат, какое ты имеешь право сейчас, не зная ничего, выдавать свои похабные, скользкие домыслы про своего родного брата. Ты кричишь, что ты Самвеллу не давал никакого права тебя обижать и оскорблять. Да? А Самвелл тебе давал право про него выдавать такие факты, которые могут вообще не соответствовать действительности. Ты ему свечку держал? Или Самвелл с тобой откровенничал? Самвелл тебе секреты про свою жизнь какую-то открывал, делал признание? Ты зачем это делаешь? Чтобы утопить Самвелла? Вряд ли у тебя это получится. Потому что сотни тысяч людей любят Самвелла. Потому что уважают Самвелла. Знаешь, за что? За то, что это открытый, добрый человек. Как он пытался раскрутить тему с Колей. Окружил себя бабками. И у тебя, сказал Пэдя, никогда не будет нормальных, ребята, внимание, акцентирую ваше, нормальных друзей. Потому что тебя окружают какие-то непонятные люди. Про налоги вспомнил. Да, я тоже знаю, что Самвелл платит налоги. Девочки, это факт, верьте мне. Я это точно знаю. На миллион процентов. И начал задавать вопросы, платит ли налоги Коля и Колина семья, родитель. Твое какое собачье дело. Он даже уточнение сделал. Военное время! Тебя это как касается. Ты за себя отвечай. Мужик, настоящий мужик, должен отвечать за свои поступки. Каким боком тебя касаются сытники Андрея и Светлана? Платят они налоги, не платят. Ты откуда знаешь? Возможно, эти люди платят налоги. Так же, как и Коля платит налоги. Ты с какого перепуга вдруг решил топить Колю? Он тебе какой-то не такой, ненормальный. В чем? В чем он тебе ненормальный? Тебе Коля что-то плохое сделал? Ты откуда знаешь вообще что-то про Колю? Севка снимает кино. Много у него актеров. Но Коля один из них, который играет главную роль. Ты откуда что знаешь про Колю, про их взаимоотношения? Есть ли там какие-то отношения? Или это дружба? Или это договоренность? Ты откуда знаешь? Ребята, но он же и сестру свою потопил. Он уже третий раз кидает эти намеки про то, что не только он мамку не содержит, не лечит, не помогает ей. Не только не участвует он, Пэддичка, в жизни мамки. Но вы забываете про Иру, кричит Пэддик. А почему ты забыл про Иру, забываешь? Сука ты. Какая же ты сука. Ты разве мужик? Тебе ж не жаль никого, ты не любишь никого. Тебе главное эго свое потешит. Тебе Ира что сделала? Что тебе сделала твоя родная сестра Ира? Зачем ты ее цепляешь? Ира сама ответит за свое отношение к матери. Это Ирин крест, и Ире его тащить. Мы каждый человек, вот там, когда придет время, ответим за все, что мы совершили на этой грешной земле. Ира будет держать ответ за себя. Ты зачем сестру топишь сейчас? Ох и сука. Он приказывает Самвелу, ребята, сменить фамилию, потому что армяне такими не бывают. Оце падло, ви настоящий армянин. Знаете почему? Потому что он просто с анзорчиком поддерживает убийство людей. А я просто простыми словами называю вещи своими именами. Мы вчера с анзором пили, да. За победу. Ты пил за убийство людей. В вашей интерпретации, ваша победа, это уничтожить украинцев и Украину. Это убийство. Я что-то не то сказала? Вы убийцы. Ты за это пьешь. И ты приказываешь Самвелу сменить фамилию и имя, потому что он не достоин армянской фамилии и имени? Говорит, если бы я был твой отец, я бы быстро исправил тебя. Ты бы такой не был. Ты позор. Опять гейская тема. Он много раз касался ее. Ох и сука. Ребят, такого ничтожества, правда, может, у меня маленький опыт жизни, я никогда не встречала. Никогда. Много было там наговорено. У меня сейчас так, знаете, много в душе вот этих вот переживаний. Там можно два часа рассказывать. Где-то что-то я подзабыла, скорее всего, что еще хотела сказать. Но то, что Педя переобулся, потому что украинцы в чате ему там начали писать, поддержи Украину, хоть одним словом, поддержи Украину. Я и за Россию, я и за Украину, чтобы у всех было все нормально. Но! Ребята, опять акцентирую ваше внимание. Ключевые слова Пэдди. Сесть за стол переговоров. Россия тут же в эту минуту сядет. Да, конечно, уже сядет. Только полгода назад, четыре месяца назад, три месяца назад, Зеленский призывал за стол переговоров. Призывал. И шо ваш этот ботоксная сука вот эта? Нет. Недостойны мы. А теперь ты кричишь криком, потому что вас уничтожают и гонят с нашей земли. Поэтому ты уже начал кричать. Подожди, Пэдди, вы будете кричать все вместе. Только уже поздно. Россия сядет в эту же минуту за стол переговоров. Поздно, Пэдди, пить боржоми. С землями надо только Украине поступиться. Отдать земли. Шо, шо, шо? А ну, шерос, сука. И шерос, а ну, скажи, шо, шо сделать? Земли наши отдать? Только лишь бы угодить вашему дебилуиду ботоксному? Страна должна вам просто так отдать земли, потому что вы так хотите? Сколько раз ты там употреблял вот это вот слово из трех букв, которое начинается на х и заканчивается на йи? Так вот, от всего украинского народа я тебе отвечу. Хи-и вам! На всю морду! Понял? А не земли. Отсос Петрович! Ты поймешь. Когда надо, Снежинская может и так ответить. Сука ты! Продажная. Ты Самвела трусом обзываешь. С циклом. Знаете, девчонки, я расплакалась. На том моменте, когда эта мерзость, вот эта мразь, напомнила Самвелу, а помнишь в детстве, когда порылу ты чуть не получил, сыграл роль, ты сознание потерял, ты был актером с детства. Боже мой. Боже мой. Шо ця, да ты на бедного, ця и сепка несчастный, шо нен парыжи в детстве. Ты чем хвалишься? Девчонки, у меня, блин, опять перед глазами вот эта фотка Самвела, вот этого желторотого воробушка, худенького, бледное лицо. ты ему по роже лупил, и ребенок, чтобы как-то защититься, падал, имитируя, что он терял сознание, конечно, он тебя, наверное, боялся. Сколько же там то и датыны было? Боже. Ты же, мразь, настолько примитивен, что ты даже не понимаешь, что ты сейчас признание сделал еще одно в своей жестокости. И ты в этой трансляции признавался, что ты был жесток, очень жесток, и что в твоей жизни были такие моменты, которые бы ты хотел очень исправить. А мы знаем эти моменты, потому что твоя же мамка рассказывала про все эти моменты. Что ты вытворял в той жизни, когда был молод. ты упрекаешь Самвелла за то, что там произошло между ними в Башкирии, я не знаю, Самвелл не рассказывал. Что благодаря Самвеллу, кричал Педечка, я жил, где в свинарнике, че где там, полгода голодный, полухолодный, полуголодный. ты вообще отчет словам Педя отдаешь своим? Что бы там тот Самвелл не сделал? Может, что-то там как-то, ну, я не знаю, нечаянно подставил, может, что-то не помог, может, я не понимаю, что там произошло, но ты, молодой, на тот момент, взрослый мужик, ты зависел от сопляка Самвелла, ты его сейчас в этом упрекаешь? Ты шо, был лежачий? Ты был инвалидом, который сидел в инвалидном кресле и не мог ходить? Причем здесь Самвелл, даже если там и сложилась какая-то ситуация, что-то не получилось, там, может, денег заработать, ты сам мог, как мужчина молодой, взять, пойти, устроиться на работу, найти себе какую-то комнотеночку в общежитии, как все это делал Самвелл, вот этот вот ребенок желторотый, он не спился, не снаркоманился, он стал настоящим человеком, он работал в ЖЭКе, он красил эти подъезды, штукатурил, он сам себя лепил, этот ребенок, а ты чем отличаешься? Ты почему сам? Не миг дать себе рады? Ты сейчас, бугай, сидишь, упрекаешь вот того желторотого пацаненка, что благодаря Самвеллу и я жил в свинарнике полуголодный, ты еще раз, сука, расписался в том, что ты конченый просто, ты конченый! Напоследок скажу, и думаю, что многие, многие зрители поймут меня правильно, я никогда не говорила этих слов Самвеллу, возможно, для многих из вас это прозвучит очень странно, многие могут подумать, что я играю роль, другие скажут, что я подлизываю Самвеллу, ребят, но после этой трансляции, которую я попросила посмотреть моего Андрея, Самвелл, обращаюсь сейчас к тебе, там Педя сказал, что у тебя никогда не было друзей, нормальных, никаких, и никогда не будет, сказала Чмоня. Так вот, я тебе хочу сказать, передать от моего супруга слова, от супруга, который очень достойный человек мой, Андрей, уважаемый человек, человек, который умеет зарабатывать деньги, мы не какие-то богачи-миллионеры, но мы состоявшиеся люди в этой жизни, у нас есть все, что нам нужно для нормальной, успешной, сытой жизни, дай бог только всем здоровья, и моей семье, и всем людям, которые смотрят этот мой обзор. от Андрея, передаю всех тебе привет, и мы протягиваем тебе свою руку, не помощи, она тебе не нужна, ты молодец, ты сам себя сделал, руку дружбы и поддержки, запомни, когда тебе будет плохо, одиноко, не дай бог, ты будешь в чем-то нуждаться, тебе, может быть, нужна будет крыша над головой, то, сколько ты сделал добра всем людям, помни, Самвел, есть такая Снежинская, и есть у меня супруг, Андрей Свиридов, мой дом, твой дом, у меня дом, не один, два дома, все зрители видели, это Украина и Португалия, но я никогда не говорила, у меня есть, у нас с Андреем есть и третий дом, так вот, мой дом, любой из них, это твой дом, мы не облысеем, не обеднеем, пусть такого не случится, чтобы ты когда-то в чем-то нуждался, но я хочу верить в то, что я в тебе не ошиблась, ты просто настоящий человек, все не отчаивайся, я где-то подозреваю, что тебе было очень больно смотреть эту трансляцию твоего брата, но ты сильный, переживешь, девчонки, я вам всем спасибо, за то, что вы у меня есть, я много раз это говорила, и прошу, кто настоящий, кто добрый, поддержите Севку, и я думаю, ему сейчас это будет не лишнее, немного сумбурно, немного, наверное, на каком-то нерве был мой этот обзор, не совсем спокойной и уравновешенной была я, но я была честная, пока.